Привет! Андрей, в курсе ли ты, что Динамо сегодня установила три рекорда и может быть постараешься сказать нам какие именно? По количеству очков, наверное, по количеству побед в сезоне? Нет, три дубля сегодня оформила команда и вот вопрос такой, так хорошо давалась эта игра, в чем причина, раскрепощенные играли? Ну я бы не сказал, что прямо с самого начала, да, вдавалось, прям все как просто у нас получилось. Соперник сравнял счет, вот хорошо забили по контактной шинспейли, пару болек и дали понять сопернику, что будет по нашему сценарию все. Обращали ли внимание тренеры на ту статистику, что Лада и хорошо реализует свои броски, у них сегодня очень эффективно это получилось сделать и с другой стороны много пропускают или не было такого? Да нет, в принципе, следовали просто своему плану на игру, да, никаких специальных по поводу этого моментов не было. Смотрит ли команда на ситуацию в турнирных таблиц, следит ли за соперниками или глупоедя с чистого листа просто играть в матч? Ну, конечно, конечно, смотрим, конечно, следим за соперниками, потому что, конечно, интересно все-таки на кого мы попадем в плово, вот, но всегда отталкиваемся от своей игры, вот, и стараемся играть по своему плану. Сегодня и торпеда, и московская динамо выиграли, а тебя волнует эта новость? Ну, у нас еще есть две игры домашних, нам надо их сыграть концентрированно и приближенно к той игре, которую мы будем показывать в плово. Вот, там же будет понятно, на кого мы попадем и против кого нам играть в плово. Вась, а, привет. Эрон, первое, твои короткие комментарии об игре. Думаю, мы сыграли отличный матч сегодня, конечно, за исключением пары минут в первом периоде. После международной паузы мы вышли на лед в хорошем настроении. Мы можем немного порадоваться победе сегодня, а уже с завтрашнего дня начать усердно готовиться к следующему матчу. Нам необходимо подтянуть дисциплину и игру в зоне атаки. Это именно то, в чем нам необходимо добавлять перед плей-оффом. Отвергается к следующему матчу. До новых встреч! Продолжение следует...